В Саратове полицейские освободили почти 50 пациентов из наркологических клиник, которые по сути находились в плену. Больных пытали и наказывали самыми жестокими способами. Провинившихся заставляли есть кашу на протяжении пяти часов, не останавливаясь, или часами стоять под ледяным душем. Через это прошли все невольные арестанты. Родственники наркозависимых даже не подозревали, что творится в стенах учреждения, и платили за лечение большие деньги. Егор Богданов знает подробности. Их можно назвать дважды невольниками. Они попали в плен своих желаний, стали от них зависимы наркоманы, заложники собственного тела и его неукротимой жажды. В этом доме они тоже заложники. Кто-то называет это место реабилитационным центром, но для них он стал настоящим концлагерем. С пусть негласным, но знакомым девизом «труд освобождает». Я уверен был, что раз они позволяют себе такую сферу деятельности в городе, и практически открыто, я уверен был, что с ними даже полиция не справится. То есть я находился на страхе, я живу в этом страхе, полтора года я живу в этом страхе. И все же управа на них нашлась. Запястья тех, кто связывал других, теперь тоже связаны наручниками. Пока директор так называемого центра рассказывает, как помогает людям освободиться от страшной привычки, его подопечные делятся совсем другими историями. Если кто-то провинится, соответственно, ручки связываются, да, и как? Ручки связываются, они ходят целый день или там, не день, может. Ходить и в туалет, и в туалет, и в туалет. И спят даже. И спят даже, да. Наказания на все случаи жизни. Их обливают холодной водой, заставляют целый день носить за собой тяжелые шины, выгоняют среди ночи на мороз. За что? А чтобы помнили, почему сюда попали, и больше никогда не брали в руки шприц, чтобы не вернуться. То есть так вот ходили, да? Да. А вот это тоже такая же, да? Да, это так же. Потяжелее, да, можно? Можно. Распорядок дня, несколько заповедей для наркомана, который хочет бросить, а еще доска почета и позора. Они вписывают сюда своих товарищей. Сами. По сути, сдают тех, кто нарушил режим. Как результат, новое наказание. И если кто-то не прав, то есть варят кастрюли в перловке, садится в центр и ест, то есть траверут его, ест, траверут, пока все не съест кастрюли. Пожалуй, никто из них не попал сюда по собственной воле. Как правило, путевку на сомнительный курорт покупают родственники, которые отчаялись, не смогли найти другого способа, как избавить сына или брата от чудовищной зависимости. Вот только мало кто понимал, что путевка это в один конец. Не стоит, короче, просить забрать отсюда, то есть... Простенько. Если хоть одно слово проронить, то вы жалете от последних серьезных. Они подменяли понятие настоящих тюремных, надзирателей называли волонтерами. Порой их место занимали стажеры. Те самые наркоманы, которые встали, или, по крайней мере, кому-то показалось, что встали на путь исправления. Пока не ясно, кто из них будет в большей мере нести ответственность. Но уголовное дело возбуждено, и первым его фигурантом, очевидно, станет директор. Потерпевшие были лишены возможности покинуть данное помещение и не могли общаться с посторонними лицами. Проводятся следственные действия, направленные на выявление иных адресов, где могут находиться лица, незаконно лишенные свободы. В итоге всех этих невольников, конечно, спасли. Освободили от кандалов, которыми они были прикованы к одному небольшому дому. Вот только освободит ли их это от других оков, которые держат гораздо сильнее и в которые каждый забрался по собственной воле. А потому никому из них не хватило этой самой воли, чтобы сбросить с себя тяжелые цепи наркотической зависимости. Егор Богданов, Максим Горячев. Экстренный вызов.